Доброе утро, дорогие друзья! Рады приветствовать вас! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это время, за этот день, за Твое присутствие, Господи, в общении святых, Господи Иисус, и также за благодать и драгоценность благословения и наполнения наш Словом Своим. Слава Тебе, Христос! Благослови сейчас это слово уступления. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Давайте прочитаем с вами сначала Якова 1 главу, 22 стих. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». И прочитаем также евреям 12 главу, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению, и воссел о весную престола Божия». Итак, здесь мы видим с вами это удивительное повеление, ободрение о том, чтобы нам быть не только слышателями, но и исполнителями. В 12 главе послания к евреям он говорит, что он является совершителем веры. В Иоанна 15 главе 5 стихе мы видим, как он говорит своему ученикам, что ничего не можете делать без меня. И таким образом мы с вами видим в свете этих стихов и доктрин, с одной стороны, мы ничего не можем делать без него, а с другой стороны, он ободряет «будьте исполнителями Слова». Но вместе с тем он раскрывает, как это исполнение совершается. Он раскрывает, что он является совершителем этого исполнения. И мы можем спросить, каким же образом тогда. И евреям 4 главе во 2 стихе говорится, что мы принимаем эту благодать растворять или смешивать принятое слово с верой. И когда оно смешивается с верой, тогда он совершает эту веру или же является совершителем исполнения через нас. Мы видим с вами, что он полностью дает это обеспечение и совершение нашей жизни. Сначала он дает благодать слышать это слово, как мы здесь же видим в послании Иакова. В процессе этого слышания слово, это слово насаждается через освящение, через размышление Слова Божьего. Затем у нас есть благодать смешивать или растворять услышанное слово с верой. И мы видим с вами тогда, что он является совершителем этого исполнения. Есть множество картин того, как верующие принимают эту благодать, как Бог будет совершать это исполнение через них. Например, эта картина мне очень нравится. Помните, когда Петр просил Иисуса Христа, ходившего по воде, велеть ему, чтобы и он ходил по воде. Вода – это картина Духа Святого, картина Божества. И он не может сам ходить по воде, но Бог совершает это. В этой картине нет практически прикосновения человеческого тела или человеческих действий. То же самое и в этой духовном мире. Мы не можем сами ничего исполнять. Иоанна 15, глава 5 стих. Без меня ничего не можете делать. Но из-за того, что мы, как здесь говорится, родились от истины, родились от Духа Святого, и мы теперь Христовы, Он даёт эту благодать, что я совершу через вас. Каким образом? Через услышанное слово. Если будет это слово растворяться, смешиваться с верою, Он будет удивительным образом совершать. Аминь. Благослови вас Господь. Аминь. Слава Господу. Замечательное слово. Слышать слово – это благодать. Второе. Мы слышим, а оно взращивается – это благодать. Третье. Откуда у нас способности? От Господа. И Он смешивает это слово с нами. И вот уже мы ходим в духе. Слава Господу. Спасибо, пастор Нарол. Замечательно. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это утро, подаренное Тобою. Не только физически, но мы обретаем себя внутри духовной жизни. И всякое слово духовное находит в нас свои побеги. Замечательно, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что это всегда побеги жизни в духе. Жизни в Твоей перспективе. Это возрастание, когда мы закрепляемся в Твоих реалиях и видим, как это происходит и возрастает. Слава Тебе, Господи. Благослови это слово. Благодарим Тебя за песнопение, за слово вступления. И эту порцию также благослови. Во имя Твое, наш Бог и Спаситель, Господь Иисус Христос, мы молимся и просим. Аминь. Мы с вами... Сегодня у нас девятое слово посвящения в послании Якова. Мы с вами живем в удивительном законе совершенном. Совершенный закон – это все выполнено. Это закон жизни? Если взять восьмую главу послания к римлянам, третий стих, говорится о законе Моисеевым, который был дан раньше, то он был ослаблен, этот закон плоти. Но вот в нас поселился Дух Святой. Вот мы обнаруживаем в своем сердце призывы, когда мне нужно быть под Словом Божьим. И мы наполняемся. Мы исповедуем это событие. Христос воскрес. Это не только Он. Не только Он. Вот меня утешают и благословляют, облагораживают эти слова в Ефесянах 2 глава, 4 стих. Но Бог полный, богатый, благодатью и милостью, Он нас в Иисусе Христе, вот тогда, когда Иисус находился в гробнице, две тысячи лет назад. Но Господь знал о каждом из нас. И там происходило чудо. Не только воскрешение Иисуса Христа, а животворение Его из мертвого состояния, что было немыслимо для обыкновенного ума, так вот ещё более немыслимое происходит по отношению к нам, живущим в 2025 году, 24 году. И это немыслимое, оно записано, оно совершается. Именно там, в гробнице, Иисус был оживотворён. И мы были оживотворены. Пятый стих 2 главы Ефесянам. И мы были оживотворены. Иисус воскрешён, и мы воскресли в нём, и оживотворены в нём, и мы воскресли в нём. К Калоссянам 3 глава 2-3 стихи. Наша жизнь в Иисусе Христе. Возвращаемся к Ефесянам 2 глава 6 стих. Мы с вами посажены с Ним вместе на небесах. Как такое возможно? Только вот так, пребывая в духе. И вот этот закон совершенный, закон жизни и свободы. И певец в этом послании, поэтис, певец этой поэмы, Яков, говорит, так пребудем же в нём. И кто пребывает в этом совершенном законе, в завершённой работе Иисуса Христа, тот становится исполнителем, когда мы находимся под воздействием духовной субстанции, а это Слово Божье, мы растём, наполняемся. Наше сердце переполняется реалиями и смыслами Бога, которыми мы хотим делиться. Мы делимся и Словом, и жизнью. Человек, который услышал Слово, в чём он нуждается, чтобы кто-то следовал и продолжал его назидать, его и её, чтобы этот человек обрёл церковь, это тело Иисуса Христа. Удивительно. Мы такие богатые. Когда мы в Духе Святом, мы такие совершенные. Поэтому, как пастор Нурлан говорил, это по Евангелию от Иоанна, 15-15, без меня ничего, Иисус сказал, без меня ничего не сможете сделать. Духовное. Воплоти мы многое можем сделать. А вот духовное – это только в нём. И этот человек, который является исполнителем, провозглашателем не только словами, но и действиями, как говорилось, и мы завершили прошлый раз. Настоящее благочестие, понимание, настоящей религиозности состоит в том, что во Христе мы видим и сиротом, и сирот, и нуждающихся, и тех, кто страждет, скорбит в немощи. Здесь написано, в этом случае мы видим у нас другой взгляд в этот мир. Как Иисус Христос в пятой главе Евангелия от Иоанна. Великий праздник. Все радуются, дарят друг другу подарки, посещают, ободряют друг друга. Весь Иерусалим бурлит. Иисус идет через этот праздник. Мессия, пришедший сюда, в этот мир. Он целенаправленно идет к одной цели. Это место страданий. Купальня у овечьих ворот. Его взгляд видит этих немощных. Там люди. Пять крытых ходов, то есть проходов. Люди там ютятся, и это и дни проходят, и недели. Кого-то приносят, кому-то приносят пищу. Он уже оттуда и не уходит. И все ждут. И вот приходит Мессия. Все смотрят на воды в этой купальне, ждут, когда она будет ангелом сходящим возмущена. И тогда нужно бежать и прыгать туда. Человеку делать эти дела. немощному из последних сил Иисус пришел, видит человека парализованно. Он знает все о нем. Римлянам 8 глава, 29 стих. Он видел его. Это еще тысячелетия назад. И он подходит к нему и задает вопрос. Я представляю эту сцену. Лежит этот немощный человек. У него все внимание на купальню, на воды, на поверхность. Колеблется ли она, бурлит ли она. Он весь готов. Он поползет. У него ноги не ходят. Он будет ползти, расталкивать других. Слышит, кто-то рядом с ним говорит, «Ты хочешь быть здоровым?» И он, может быть, даже не оборачиваясь, говорит «Да, хочу. Да. Но у меня нет человека, который бы взял меня, схватил бы, побежал туда к купальне и бросил». Нет. Иисус говорит этому человеку, который смотрит на купаль. И говорит ему, встань, возьми постель свою и ходи. Приближается время, когда Иисус заплатит за это. Заплатит за его исцеление, за миллионы, миллиарды людей. Потому что сам Господь Бог стал человеком. И он шел через Иерусалим. Люди были в радости, что Господь подарил им такой праздник. Но не замечали Господа. И этот человек, может быть, не замечал. Удивительно. Мы с вами видим в Писании некоторые яркие места, которые Дух Святой освящает из жизни Иисуса. не в царский двор зашел Иисус, а он зашел вместо скорби. Он подошел к тому человеку, который был безнадежно в этом состоянии. И даже в этом состоянии он не на Иисуса смотрел, а смотрел на эту купальню. немощный. Это как злодей, два злодея, которые были на крестах рядом с крестом Иисуса на Голгофе. Они ничего не могли сделать. Кроме одного. И это было принять Господа, Который рядом с тобою молится к Отцу за все человечество, за всех людей. Не вмени им этого греха. Они не знают, что они делают. Я интерпретируя в связи с этими словами то, что написано в Евангелии от Иоанна в 10-й главе, в 17-м стихе, где Иисус говорит, Отец любит меня. И мы говорим, Отец любит меня. так вот там сказано, потому что Иисус говорит, я полагаю свою жизнь. Я имею власть положить свою жизнь и взять и взять ее снова. Прийти в то место, где люди страдают, это движение духа, это послевкусие от Слова Божьего, когда наши ноги обуты в сандалии благовестника, когда наша жизнь защищена броней праведности, когда у нас щит, и это щит завершенной работы Иисуса Христа. Наша жизнь меняется, и это происходит каждый раз, когда мы с вами находимся и отдаем себя под воздействие Слова Божьего. В своей жизни каждый из нас бывал в тех местах, где мы были сосудами, в которых Господь, которые Господь наполнял своими смыслами. Это было и высшим учебным, дошкольным заведением, детский садик, например, школа, институт, различные курсы повышения, квалификация. Это всё определённое воздействие, и согласно этому воздействию мы с вами становились действующими лицами. Вот пришёл Иисус и его воздействие. Другой взгляд, взгляд ищущий, и он начинается там, где и сегодня наша порция, всего один стих. Это Якова, вторая глава, первый стих. Вот этот взгляд. Яков пишет в первом стихе «Братья мои, это все двенадцать колен Израилевых». Каждый, находящийся в этом колене, услышав слова, которые говорит Господь Бог через Якова, а это послание Якова, оно, вероятнее всего, было написано где-то в сорок шестом году, в сорок восьмом. Это считается первым посланием в Новом Завете. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица общество, оно разделено между определенными сословиями, социальными уровнями, как бы есть какие-то стены, невзирая на лица, взирайте на Иисуса Христа. Он, Господь славы. И когда вы взираете на Иисуса Христа, Господа славы, то Его, передаваемые вам смыслы и слова, производят воздействие, которое произошло в какой-то степени приближения, произошло с Савлом, будущим апостолом Павлом, когда был иудей, иудаист, чтитель, ценитель, охраняющий свою религию иудаизма. И вот он встретился, его встретил Иисус по дороге в Дамаск, где намечалось очередное разрушение церкви. И это было обусловлено вердиктом первосвященника Иерусалимского, который над всеми евреями считалось имеет определенную власть, и если еврей делал нечто непотребное, то могло последовать взыскание. И этим взыскателем был Савл. У него было распоряжение о том, чтобы этих принадлежащих к церкви, к этой экклесии собранию их приводить, арестовывать, приводить в Иерусалим и чинить суд. Вот задача была очистка религии иудаизма. И прошло уже много времени, как терпеливый, любящий Господь воздействовал, и это документальный факт, мы имеем его в Библии, в 9-й главе Деяний, и Иисус, Господь Бог, Он же и человек, Он же тот, кто был распят, принес себя в жертву, Он же, кто стал воскресшим, и это Он в каждом верующем человеке в Него, Он на небесах, и Он здесь духом на земле, ярким сиянием ослепляет Савла и говорит ему из этого блистания этой славы своей, славы, которую в еврейском истолковании Библии, то есть Ветхом Завете, она имела особенное выражение словесное шокина, яркое сияние, на которое прямо нельзя смотреть, ослепнешь. И вот это слава Божья, слава Господа Бога, здесь Он пишет, Иисуса Христа нашего Господа славы осияла Савла. И Он услышал слова. Другие люди услышали, что речь слышна, слов не различают. Эти слова были направлены непосредственно на Савла. Савл, Савл, зачем ты меня гонишь? Кто ты, Господи? Я Иисус на зре. И все стало на свои места. Это был ужас. Савл, который хотел, в отличие от своего предшественника далекого, в честь которого, вероятно, он был и назван этим именем, в честь царя, первого царя израильского Савла, который по благодатию, и это я представляю, как потомок этого царя. Да встретились два потомка. Иисус, сын Давидов, царский сын, и Савл, Савл, сын, потомка, потомок Давида, Савла. И этот потомок встал горою за свою религию, а для Савла это было не столь важно. Он страдал от того, что не откликался на Слово Божие. Только когда Давид служил ему, то тогда это происходило. И то он запускал в него копья. Мы с вами видим и слышим, что какое воздействие происходит. Я столько колю тебя как вала стилом или рожном колющим инструментом, и ты противишься все время. И последовали слова Господи. И уже это было не хозяин, господин, мистер. это было Господь Яхра. Господи, что повелишь мне сделать для тебя. Через некоторое время, это были три дня молитвы для Савла и разговора с Богом. И он в видении увидел человека обыкновенного. Да он слышал о нем. О пастыре церкви, вероятно, пастыре церкви в Дамаске, которого он должен был арестовать. И это в видении этот человек, именно этот человек приходит к нему слепому, возлагает на него руку, говорит слова, и он должен будет услышать, какие слова. Прозри и это произойдет. так и произошло. И он прозрел. Кто его исцелил? Господь Иисус Христос. Как? Через Ананию, пастора церкви в Дамаске. Что произошло с савлом? Для него все встало на свои места. Он пропустил в своей жизни это величайшее событие в истории человечества, первое пришествие Иисуса Христа. И потом он в своей жизни обнаруживает славу Господа, как и сам Иаков. Иаков вероятно был, об этом не пишется, но вероятно, и так как он стал сначала одним из руководителей церкви в Иерусалиме, а потом епископом. Это был один из учеников Иисуса Христа из числа семидесяти, не двенадцати, а семидесяти. У Иисуса было такое окружение. Ближние трое – это Петр, Иоанн и брат Иоанна Яков. И далее эта троица находилась среди двенадцати. И уже мы знаем, что эти двенадцать шли и упоминаются в разных местах Евангелия их имена. И они видят славу Господа. Смотрите, Евангелие от Иоанна, первая глава, четырнадцатый стих. Слово стало плотью, и оно пребывало среди нас, полная благодать и истины, и что и мы видели его славу, как славу единородного сына, славу отца. и Яков приближает своих адресатов к этому пониманию. Вы имеете веру в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы. Я подумал о том, а какова эта слава, которую мы с вами имеем в Господе Иисусе Христе. Мы только Его приняли, помолились молитвой, и стали происходить те события, которые произошли, причем они стали происходить. Мы приняли Его, а Господь стал присылать нам людей, и которые просвещали нас в Евангелие. И мы обнаружили, что мы живем другой жизнью. Это не жизнь обучения по обучению учебных заведения. Нет. Это настоящая жизнь. Это смысл жизни. И этот смысл славить Господа, воспринимать Его славу, иметь ее в сердце. Это слава вечной жизни. Слушайте, подойти к человеку на улице и сказать, у тебя вечная жизнь есть. Он будет удивлен такому вопросу. Или же скажет, а, я понимаю, о чем ты говоришь, что тебе лучше в храм идти и там пребывать. А я буду лучше пребывать там, где Иисус говорит. Идите Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Это завершающие слова в Евангелии от Матфея. Идите и научите все народы. А еще так мы с вами также являемся храмом Духа Святого. Это все слова, которые нужно знать. Это те смыслы, которые передаются в Евангелии. Поэтому нам нужны учителя совершенного закона, завершенной работы, свободы, не религиозности, а жизни в Иисусе Христе, слава любви. Вот еще одна слава. Да такая, которую Господь поставил на самое высокое место. В книге Откровения во второй главе Господь обращается к Иоанну Иоанн Иоанн передает послание для пастора церкви в Ефесе. Ты умеешь это делать, то, другое. Ты различаешь. Различаешь духов. Это все здорово. Но вот что я хочу, чтобы обязательно у тебя было. у тебя в жизни произошло событие, и это событие ты пропустил. Ты не спал, сошел с высочайшего уровня любви Господа к тебе. А эта любовь имеет удивительную тенденцию. через сердце принимающее или пополняющееся любовью Господа. Эта любовь передается пастре. Эта любовь вершит удивительное. Она обнимает все тело Христа, каждого человека. и когда ты выходишь на улицу, то именно эта любовь производит через тебя великие дела. Ты проповедуешь этой любовью. слава слава любви. Слава его жизни в церкви. Слава его жизни в твоей жизни. И уже не я, апостол Павел, говорит в Галатах вторая глава, это все такие знаете слова, которые превращаются в нашей жизни в рему. Это глаголы, как апостол Павел назвал. У тебя, Иисус, глаголы жизни, я от тебя никуда не уйду. Слава спасения, слава благодати, слава милости, слава жизни в настоящее время, слава жизни в будущее время, потому что это так отличается от человеческого. Я помню еще слова в своей юности, когда говорили, что вот это коммунизм, вот вы будете жить все вот так, да. Сколько шуток по этому поводу было. А, вот вечная жизнь, вот книга Откровения пятая глава, вот двадцать первая глава, двадцать вторая глава. Да это превосходит разумение обыкновенного ума. Это настолько захватывает, что ты переносишься из этой реалии, реальности видимого мира в реальность будущего, как это произошло с апостолом Иоанном. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Каждый верующий драгоценный. Всякие стены, посмотрите, как об этом пишется в «Невзирая на лица» послании к Ефесянам во второй главе с четырнадцатого стиха. Дух Святой залог наследия нашего для искупления удела. Для искупления удела это обозначает искупление всех тех, которые известны Господу, что они примут. И о любви ко всем святым, ни к святым какой-то национальности, ни к святым, которые занимают какое-то место в обществе и так далее. Так же происходит у людей. Поэтому пятнадцатый стих «И я, говорит апостол Павел, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, без всяких сословий, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитве, в молитвах моих». Семнадцатый «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам Духа премудрости». Это первая глава. А четырнадцатый стих, смотрите, вторая глава. Он есть мир наш, наш покой. Он соделал из обоих, то есть представителей в теле Иисуса Христа язычники и евреи, из обоих одно тело. Он разрушил стоявшую посреди преграду. Он упразднил вражду плотью своею. А закон заповеди – это заповеди десяти слов. А закон заповеди учения, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя покой и в одном теле примирить, обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на нем. И пришедший благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. не не взя не взя на лица 2 стих ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перснем, богатые одежды войдет, войдет же и бедный в скудной одежде, и это же завтра. но насколько важно понимание, когда ты имеешь смыслы Господа славы, нашего Господа Иисуса Христа. Все эти барьеры, все то, что в мире имело свои предпочтения, это не действует. Отец наш Небесный, мы благодарны тебе в этот удивительный день, день твоей свободы, совершенного закона любви и жизни свободы. Благослови то, что мы услышали. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа. Примите его, и вы узнаете Господа славы. Удивительность жизни. Принимая, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости меня, подари мне, прости и спаси, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову, приведи в живую церковь. Во имя твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь овене. Слава Богу!